Салют, друзья! Мы приехали на родину Вайбера, World of Tanks и Маскарада. И этот выпуск мы снимем в формате кратких инстасторий по 15 секунд. Начинаем! И зарабатывать деньги, продавая свои пользовательские данные. Самая распространенная причина увольнения – это эффект вялой пихи. Заходите в их базу, смотрите, где машина была битая, и так вы понимаете, что покупаете. Блэк – бренда, который вы создали, и вам за него стыдно. Volkswagen Passat 2013 года за 2500 долларов. Беларусь поставляет оружие в 69 стран в мире. В 2017 году было продано оружие на 1 миллиард долларов, и она вошла в список топ-20 стран по экспорту оружия в мире. Картофель считается символом Беларуси, поэтому в обычной речи белорусам называют бульбашами. Бульба – это картофель. Идеальный картофель вырос! Бульба – это суперкласс! А воронить бульба нас, а то всякая тряпичная краска! Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? В Беларуси средняя заработная плата – 200 долларов. Но здесь практически нет алкоголиков, бездомных и нищих. Около миллиарда долларов Беларусь зарабатывает на экспорте соли. К слову говоря, благодаря тому, что эта промышленность развита более всего, зарплата самая высокая в Солигорске, а не в Минске. Друзья, кто думает о том, какую бизнес-идею реализовать и какой бизнес открыть? Для вас. Поехали на E-Mage в Минск, где тысячу молодых предпринимателей собралось. И мы расскажем о нескольких из них. Ведущая IT-страна Восточной Европы. Именно такую Беларусь знает мир. Эта страна входит в топ-20 лидеров в сфере IT-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Мы посетили крупнейший форум Беларуси в области IT-технологий. И расскажем, какой бизнес стоит начать в этой стране прямо сейчас. Знакомьтесь, Винчейн. Вы хотите купить подержанную машину, но не хотите покупать кота в мешке. Заходите в их базу, смотрите, где машина была битая, и так вы понимаете, что покупаете. Откуда вы взяли деньги на это? Мы собирали через SEO и собрали достаточные для того, чтобы запускаться с этим в США. Так что летом мы стартуем там. Друзья, знакомьтесь с приложением Alter. Вы находите классно одетую девушку или парня и хотите себе такие же вещи. Берете это фото, загружаете в мобильное приложение ребят и находите все магазины, где вы можете купить именно эти вещи. Вы загружаете фото своих старых джинсов и получаете несколько модных образов, построенных с использованием этих джинсов. Мы каждый день шиштим Instagram и Pinterest и составляем стильные образы для вашего гардероба. В Белоруссии настолько все стабильно, что уже 20 лет один и тот же президент. А каждый второй ребенок, вместо того, чтобы стать космонавтом, хочет стать программистом. Знакомьтесь, украинские ребята War Room Network. Здравствуйте. Чем вы отличаетесь от других? В костюме виртуальной реальности вы можете погрузиться в максимальный виртуальный мир и зарабатывать деньги, продавая свои пользовательские данные, биометрические и поведенческие. Бывало ли у вас, что вы покупаете обувь через интернет, она маленькая или большая? Ребята сделали штуку, благодаря которой обувь, которую вы купите через нет, будет точно вашего размера. Знакомьтесь в приложении TryFit. В чем ваша суть? Мы предлагаем людям покупать обувь через интернет. Люди один раз сканируют свои стопы, система сравнивает стопы с обувью. А на чем зарабатываете? Мы зарабатываем на проценте от продаж. Друзья, познакомились с Ксюшей в Лондоне и встретились в Минске. Что это, Ксюша? Это бокс для зарядки телефонов, потому что у нас крупнейший портал в Беларуси, и мы понимаем нужды наших юзеров и знаем, что телефоны все время разряжаются не вовремя. А на такой крупнейшей конференции, как Emerge, такое происходит часто, поэтому мы помогаем им. Заряжайтесь с онлайной? Да. Около 10 лет назад в Беларуси создали парк высоких технологий, где сейчас находятся 170 компаний и 27 тысяч IT-специалистов. Именно поэтому ее называют «Силиконовой долиной Восточной Европы». Знакомьтесь, это Андрей Федерев. Его называют папой маркетинга в Украине. Уже 20 лет он развивает бренды и обучает этому других. Он – основатель креативной компании «Федерев» и пространства «Федерев Хаб». Автор проекта «Бренд Фадер». Мы пообщались с Андреем в формате «Блиц-интервью». Минимум текста, максимум информации. Чем отличается Андрей Федерев сейчас от Андрея Федерева в 18 лет? Ну, это два очень разных человека. Главное отличие? Главное – приклавное. Я думаю, я внимательнее отношусь к рискам. Как заработали первые 100 долларов и в каком возрасте? 100 долларов первое заработал как журналист. Было мне, наверное, 16. Чего никогда не увидим в ваших соцсетях, Андрей? Посмотрим. Не знаю. Голый плелунет танцевать не планирую. Конфликт и с клиентом, который недоволен. Из-за чего? Всегда один и тот же. Слава богу, их было буквально пару штук за всю мою карьеру, когда мы по-разному смотрим на одни и те же вещи. Когда мы по-разному видим креатив, и у нас разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вас кидал клиент на деньги? Если говорить «кидал на деньги», это очень громко сказано. То есть было три раза, когда один раз клиент не заплатил за принятую работу, за использованную работу. И два раза мы с клиентами за эти, получается, уже скоро 8 лет не пришли к согласию по поводу того, что мы сделали прекрасную работу. Но поскольку я был в этом уверен, то мы дважды сказали «всё, сори, не будем с вами спорить. Мы забираем свою работу, возвращаем вам деньги». Я считаю, что клиент – это всё равно святое. Крупнейший фэкап в вашем бизнесе в плане денег? Это вопрос упущенной возможности, а не прямого убытка. В 2007 году, даже я бы сказал, в конце 2006 года, увидел, что будущее в диджитал, но зашёл туда неправильным путём. Прямую денег я не потерял, но объём недозаработанных из-за этого денег огромный. За что последний раз увольняли сотрудники? Самая распространённая причина увольнения – это эффект вялой писи. Когда человек вроде хороший, и даже у него какие-то скилл есть, но без двигателя. С кем никогда не будете работать? Черта характера? Мне очень не нравится общаться с жлобами, с людьми, у которых нет никакой внутренней культуры. Но, к счастью, я с ними почти никогда не сталкиваюсь. То есть они до нас даже не доходят. А не работаем мы с табаком. Но это не черта характера, это товарная категория. За что люди чаще всего вас критикуют, Андрей? А те люди, которые работают со мной близко и которые делают это в лицо, чаще всего критикуют меня за то, что меня нет. Им бы хотелось, чтобы я был в офисе, делал больше рутинные процессы, а я где-то что-то открываю новое. Например, офис в Германии? Например. Как вам пришла идея логотипа новой почты? Она пришла не мне, а моему дизайнеру. Мы подумали про то, что новая почта – это компания, которая все время в движении. Нет секунды, чтобы новая почта куда-то не двигалась, а логотип статичный. И мы подумали, что это неорганично. Проект бренда, который вы создали, и вам за него стыдно? Не стыдно, мне досадно. Есть пару брендов, которые мы создали, но которыми неправильно пользуются. Могу сказать, что это бренды в области массовой недвижимости. И мне кажется, что у этих брендов намного больше потенциал, чем то, что с ними происходит сейчас. Почему Starbucks столь успешен, по вашему мнению? Они были вовремя, и они были наглыми. Они очень точно попали в инсайт, связанный сразу с несколькими вещами. Ну, то есть это классический кейс. То есть они предложили человеку третье место. Когда ты не хочешь быть в офисе, ты не хочешь быть дома, но тебе нужно где-то с кем-то встретиться. И они создали для этого идеальную историю, рассказав Америке, что такое кофе, хотя немножко в этом сбив прицелы. Как относитесь к маркетингу порно-хаба? Это выбор людей. Ну, то есть, скажем так, порно определенный жанр. И мы даже с дочкой про это говорили. Она пыталась сказать, что, о боже, порно, это же, наверное, так плохо. А моя жена сказала, ну, это просто вот такой жанр. И она очень удивилась, увидев, ну, такую неосуждающую реакцию. Если выбирать, пепси или кока-кола? Если пепси или кока-кола, вода без газа, рачета. В плане брендинга, кто вам больше нравится? Ну, наверное, кока-кола, исходя из результатов. Макдональдс или кэфси? Ну, Макдональдс делает гениальные вещи. И если говорить, вот именно бренд как маркетинг, мне больше нравится Бургер Кинг, то, что они делают на рынке США. А что нравится вам, что делает Бургер Кинг? В том, что они классические повстанцы. То, что они не боятся нарушать закон, не боятся нарушать правила и готовы к тому, что их будут осуждать. И они осознанно на это идут, понимая это. Главное, чему вас научили дети? Дети? Нежности. Главный совет вашим детям. Создавайте. Спасибо вам за интервью. Так коротко? Да. Я готовился, думал, 3 часа будет разговор. Друзья, ребята создали YouTube-канал, где снимают о том, как они доставляют машину. Сейчас, допустим, летят в Южную Корею, будут снимать, как доставить машину оттуда. Кому интересно, ребята подарят вам доставку машины с любой из стран. А, Б, что подарите? Мы подарим классный брендовый видеорегистратор. Нормально. Ссылка будет в описании. Скажи мне, как пришла идея создать этот бизнес? Была необходимость поменять свой личный автомобиль. После поиска на сайтах в Польше, в Германии, в Литве, нашел сайт в Грузии, там просто нереально низкие цены на автомобили. Вот на основе своего опыта образовался бизнес. Как принял свою первую машину, расскажи, что это за машина была? Я ехал за своим первым автомобилем, еще не понимая, как все пройдет, но с пониманием того, что раз это нужно мне, то это будет нужно и другим людям. И уже сразу снимался видеоблог, который лег в основу нашего бизнеса. Почему с тобой снимаем? Потому что это классный пример, как человек без денег, особо, без связей, взял и создал бизнес нуля. Сколько он сейчас приносит в месяц в цене? То, что, скажем, мы можем с Сергеем взять себе в качестве дивидендов, это 3-4 тысячи долларов. Остальное мы вкладываем в бизнес. Какая самая дешевая машина, кто вы купили? Андрей, на этой неделе в США мы купили Volkswagen Passat 13-го года за 2,5 тысячи долларов. С доставкой 9. В Украине такой автомобиль стоит 15 тысяч долларов. Автомобиль в классном состоянии. Андрей, вообще суть поезда к Грузии в следующем, что клиент едет за своим автомобилем, экономит 3-4 тысячи долларов, и при этом семьей, либо сам едет через всю Грузию, наслаждается этими видами, отдыхает. Плюет по морю в Украину, льготно растомаживает и остается довольным. Андрей, на чем ездишь ты и твои подписчики? А, я же на своих двух. Вот дайте, тренирую. А что вот это за тачка? Андрей, а на этом автомобиле наш клиент сэкономил 7 тысяч долларов. Короче, друзья, бонус. Покупаете машину, до ребят, и снимается на их YouTube-влоге. Хорошо. Тут мы остановились вместе с полицией. Добегались, короче. Друзья мои, у меня для вас подарки. Кто хочет выиграть доставку машины из США, которая стоит тысячу долларов, бесплатно, плюс выиграть видеорегистратор, подписывайтесь на канал, ребят. Обнимаю вас и до встречи. А сейчас время для нашей рубрики в гостях у блогеров. Встречайте, Сергей и Виктор. В прошлом выпуске мы познакомились с вами, с ребятами из канала Интересный Фикус. Ребята строят дома, яхты и всего подряд. С картона, пленки, труб. Пенопласта, монтажной пены, да, это такое. И в этот раз ребята построят двухэтажный дом из картонных коробок. Расскажите, сколько вы потратили коробок? 200 больших коробок. Гигантских коробок, но мы взяли их недорого, потому что мы взяли их уже использованные. Что еще? Еще у нас ушло очень много скотча, очень много скотча. Ну, гигантских вот таких рулонов 10 штук. 10 вот таких вот такой намотки. Да, также у нас ушло 5 рулонов обоев. Да, ну то есть все остальное там ушло уже как бы на обустройство этого дома. У ребят даже дома есть собственный кондиционер. У нас есть телевизор. Новое изобретение. Да, это много есть. Ребята, расскажите, как долго вы строили домик? Строили два полных дня, с утра до вечера. Вот уже вечер, вот вторых суток, грубо говоря. И сейчас самый главный вопрос. Сколько же вы потратили на построение этого домика? На этот гигантский дом. Нам обошелся примерно 250 долларов. 250? Да, 250 долларов. И кто хочет пожить в этом домике, пишите в комментариях. Да, без проблем. 5 июня Young Business Club открывается в Лондоне. Более 300 предпринимателей подали заявки на участие в лондонском клубе. За три недели мы провели собеседование с каждым из них. И только полсотни самых успешных лондонских бизнесменов смогли пройти дальше. Я позвонил Евгений Чичваркин. Сам Чичваркин, друзья. Он просто ошибся номером. Но тот факт, что он ошибся номером, я сразу решил воспользоваться. И говорю, а давайте встретимся. И сегодня у меня с ним встреча. И я понимаю, что если он поддержит клуб, то тогда действительно получится. Но самое главное, блин, я не знаю, что ему предложили для того, чтобы он поддержал клуб. И я очень сильно волнуюсь, честно. Я так волнуюсь, потому что сегодня всю ночь об этом думал. И мне это даже снилось. Я очень хочу, чтобы это получилось. 5 июня ждем вас по адресу, который будет чуть позже. И мы расскажем о том, как в долгих мучениях можно заработать деньги не родной страны. Здесь будут 50 собственников русскоязычных, которые создали бизнес здесь. Которые поняли ментальность ныричан и поняли, как делать бизнес здесь. Кто смог стать участником лондонского клуба? Успеет ли Андрей за 6 дней организовать встречу для самых успешных молодых бизнесменов Лондона? С какими трудностями он столкнется? Об этом Андрей расскажет сам в специальных выпусках. Следите за нашими новостями. Это будет день, который войдет в историю Украины и Англии. И вам нужно быть с нами. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok